Сергей Береснев – глава села Пуштулим Ельцовского района. Для него и большинства местных жителей тайга, как говорится, и стол, и дом. Когда два года назад он узнал, что часть леса станет особо охраняемой природной территорией, как и большинство жителей района был против. Говорит, людей просто поставили перед фактом. В основном это были противники из-за чего. Первое – это отсутствие информации. И второе – это карта, изначальная карта, которая покрывала интересы людей, потому что они здесь живут, здесь выпаса, здесь они ходят в лес. Вот так изначально выглядел проект Тогул, впоследствии переименованный в Салаир. Огромная территория с жесткими запретами. Местные жители могли остаться без диких ягод, грибов, дикоросов, таежных пасек. Два года спустя все выглядит иначе. Парк сократился до особенно ценных с точки зрения охраны природы участков. Такого рода компромисс – результат диалога местных жителей и краевых властей. Коммуникации помог наладить депутат Государственной думы Александр Прокопьев. И вот очередная встреча с общественностью. С сентября прошлого года парк получил официальный статус. Но настоящая работа только начинается. Основной задачей создания национального парка есть и будет создание необходимых условий для того, чтобы сохранить естественную природу, комплекс природный в естественном состоянии. Но при этом я хочу напомнить то, что люди, местные жители, имеют право, чтобы сохранить свою жизнь в естественном состоянии. Один из создателей Салаира, эколог Алексей Грибков, заверил, местные жители смогут, как и их предки, собирать грибы, дикоросы и организовывать пасеки. Для того, чтобы при внутреннем зонировании учли пожелания местных жителей, им необходимо передать организаторам парка границы своих участков. Информация от местного населения, от глав сельских советов, от районной администрации, от органов местного самоуправления вообще просто необходима для того, чтобы грамотно провести это функциональное зонирование. На карте национального парка есть участок со стороны Кемеровской области, который может стать лазейкой для браконьеров. Это вызывает беспокойство местных жителей. Еще вопросы, которые задают жители Ельцовского района. Насколько будет создано в парке рабочих мест, будут ли принимать местные населения и какие требования предъявляются сотрудникам заповедника. Требования к этой категории лиц, это к инспектору, это среднее специальное образование и старшие работы по специальности. Для участкового инспектора и старшего инспектора высшее образование и старшие работы по специальности. Высшее образование какое именно? А это высшее? Ну, хотя бы высшее. Сколько рабочих мест получит каждый район? Где будет создан визит-центр? На многие вопросы ответов пока нет. Это зона ответственности краевой власти и руководства Тегерекского заповедника. При работе над положением о национальном парке Салаир организаторы обещают также определить места для туристических стоянок, продумать маршруты. А чтобы и дальше диалог власти и населения шел прозрачно и без конфликтов, организаторы встречи решили создать общественный совет. Первыми его участниками стали трое жителей Ельцовского района. Олег Попов, Александр Гуляев и Сергей Береснев. Сегодня мы приступили к формированию общественного совета. И я надеюсь, что это будет не формальный орган, а действительно настоящий рабочий. И мы сможем с помощью этого объединения, по большому счету, соблюдать баланс интересов. В течение ближайшего месяца такие встречи, как в Ельцовском районе, пройдут и в других, где расположится нацпарк – Тогульском, Заринском, Салтонском. И на каждой появится возможность предложить своих кандидатов в общественный совет. Илья Кчетков, Александр Антропов. День с толком.